шалом один хозяин компании собрал пять менеджеров и сказал им ребят кто хочет быть моим заместителем должен выполнить не совсем ординарную задачу я дам вам семена вы их посадите и что вырастет а я потом решу кто из вас вот такой более успешный садовник вот каждый из них взял эти семена они не знали вообще как что делать среди них был один менеджер по имени шмулик этот шмулик он увидел первый день что ничего не растет потом во второй день и вот так он пытался добавить землю поменять и так далее и кончилось все тем что у него ничего не выросло вот настал день когда он должен явиться к этому хозяину жена гречку лик хотя бы купить что-то другое в магазине он горит нет нет я вот то что есть то есть я скажу вот не получилось пытался так я объясню ему какими путями я шел но не получилось она говорит ты что ты знаешь он тебе сделать он тебя засмеет при всех тебе не стыдно он дать я готов к этому видимо это не мое вот все являются с такими пышными растениями и только шмулик приходят с вот этим вот ящиком в котором ничего не выросло но вдруг хозяин выбирает именно его и говорит ты будешь моим заместителем почему потому что изначально хозяин говорит я каждому из вас раздал семена неживые то есть изначально никто ничего не мог выраст но вы прибегли к обману вы заменили эти зерна вы увидели в первый день что ничего не идет вы сто процентов даже не пытались может быть связаться один с другим чем отличается от ваш шмулик вот эти дни когда у него не росло он пытался вам позвонить с вами посоветоваться но вы все закрыли в себе потому что каждый хотел показать что лучше сейчас лучший шмулик дамы и господа лучше всегда шмулик всегда прямой и открытый путь он лучше чем обман лучше чем сокрытие чего-то и в конце концов результат дает тот кто прямой и в духовном плане в принципе также мы часто идем с всевышним вот так вот так мы юлим мы пытаемся оправдаться какими-то путями мы часто заменяем при этом мы забываем что наш хозяин он все знает все видит даже знает что будет поэтому желаю нам всем во первых объединиться советоваться и продвигаться вперед всевышним по прямому честному пути всем шалом